Кому в 2021 году нужна консоль, которая не поддерживает 4К? Именно таким вопросом я задавался когда брал Series S, поэтому создал опросник в нашем YouTube сообществе и был удивлен. Около 45% пользователей имеют телеки с 4К и более высоким разрешением и около 30% HD. Имелось в виду все что Full HD и ниже. Выборка более чем репрезентативна. Проголосовало больше 20 тысяч человек. Только не надо писать в комментариях, что неправильно составил опросник. Я знаю что Full HD и HD это разные разрешения, но тут задача стояла сделать максимально простой опросник для простых смертных, а не со всеми итерациями разрешений как это было бы правильно вместо маркетинговых названий. В общем такие консоли более чем актуальны и если в ближайшее время не планируете менять телек, а вопрос покупки консолей стоит ребром, то S можно рассматривать к покупке. И давайте сразу закроем тему с телевизором. Я тестировал серию S с 43 дюймовым 4К телеком. Лежа на кровати расстояние до телека получается 2, ну 2,10 метра. S выдаёт не только 1080, но и 1440p и разница есть. Плюс сама консоль делает апскейл картинки до 4К. То есть это тоже самое что делает PS4 Pro и на такой диагонали и расстоянии чтобы заметить разницу с той же серией SX нужно стоять с лупой и поставить два телека рядом. Ну таких компактных телека. Ну может быть с серией SX я и конечно загнул, но с One X точно разницы не заметите. Но вот если у вас имеется телевизор с большим разрешением или вы сидите сильно ближе к телевизору, то в таком случае Esco точно не для вас. Esco по сравнению с digital версией PS5 в которой только нет дисковода это урезанный продукт, нацеленный на минимальный ценник. 300$ в США без учета налога штата и до 400$ в наших реалиях. Кстати спасибо белконсоль за то что на месяц оторвали меня от производства видео и дали вдоволь наиграться и сделать независимый обзор. Тут важно еще понимать что в США разница между серией S и серией X 200$, ну там без учета налога штатов, но в наших реалиях средняя разница между этими консолями от 250 до 300$ и это повод задуматься. Над тем чтобы рассмотреть в покупке One X 2017 года с поддержкой 4К и дисководом. Правда в продаже новые базовые версии я не нашел, но в основном продаются или расширенные с играми, или со вторым геймпадом, или лимитированные, которые стоят дороже серии S. С рынком БУ я сравнивать не буду, потому что это банально некорректно, поэтому давайте перейдем к достоинствам и недостаткам, которые я выявил во время использования консоли. Консоль супер компактная, то есть транспортабельная и легкая. Это прям огромный плюс. Хочешь стать горизонтально, хочешь вертикально, прорезиненные ножки есть. И при этом не нужно прикручивать как в PS5 или видеть как в Xbox Series X эти убогие подставки. А еще консоль продается только в белом цвете. Конечно то что не хватает разнообразия в цветах это минус, хотя бы черный не помешал, но белый это дико практичный цвет. Ну как минимум пыль на нем не видно, вообще чаще играть нужно, чтобы пыль не оседала. Пластик матовый, а воздух не царапается. Формы скромные и практически в любой интерьер ее вписать не проблема, в отличии от пятой плойки. А куб Series X банально скучные. Набор портов классический, самодостаточный и единственное что расстраивает отсутствие USB-C. В 2021 году я вообще бы запретил выпуск мультимедийной техники без такого интерфейса. А еще она тихая, забор воздуха осуществляется с двух решеток по бокам. Основная масса воздуха на блок питания и далее на радиатор с вентилятором отбирается из решетки где есть ножки. Видимо для вертикальной ориентации такого крохотного зазора достаточно. Выдув происходит через черную таблетку. Вентилятор и радиатор довольно массивные. Консоль очень тихо, даже тише чем Series X, но тут скорее всего из-за отсутствия дисковода. Но вот сама консоль горячая в играх, то есть на самом производительном режиме ее температура может достигать до 67 градусов, скажу даже больше, в выключенном состоянии, ну то есть в режиме ожидания с возможностью быстрого запуска. Она и так постоянно теплая, что-то вот качает регулярно. Поэтому я настоятельно рекомендую не ставить ее в узкие ниши, чтобы был хороший поток воздушных масс. Следующее и главное, о чем я хотел поговорить, игры и соответственно производительность. В основном мы будем сравнивать Series S и One X, приставку, которая вышла в 2017 году, потому что они располагаются в одинаковом ценовом сегменте, и люди, которые имеют небольшие телевизоры, будут скорее всего выбирать между ними. Series S, по моему мнению, занял промежуточное положение между пастгеном и некстгеном. То есть это еще не некстген по ряду серьезных недостатков, о которых поговорим далее. Но и предыдущая One X уже обозреваемому не ровня. Объясняю почему. Фанаты циферок скажут, что в Series X 12 терафлопс мощности, в пастгене One X 6, а в Series S всего 4. Ну и что за дичь ты нам втираешь, можете сказать вы, мол в Xbox One X и 4K и 1 терабайт накопитель и терафлопсов побольше. Есть нюанс. Series S, как и X, построены на новой архитектуре Velocity, вместо Jaguar на One X и новой графической архитектуре RDNA 2, в то время как One X на старой JCN. И архитектура это не пластик и не металлическая основа из которого собран корпус этой консоли. Если брать вот прям совсем простым языком, это технология, которая объединяет железо и софтверную часть для передачи игровых данных. Проще всего конечно выразился Эндрю Гуссен, один из руководителей подразделения Xbox, назвав архитектуру душой. Что дает Velocity? Возможность установить быстрый SSD. Он такой же как в Series X со скоростью до почти 5 Гбайт в секунду на чтение. Новый Direct Storage API, ускоряющий операции ввода-вывода файлов, от чего загрузки игр будут быстрее и снизится задержка. Аппаратное ускорение распаковки, которое сэкономит место без вреда качеству или быстродействию системы. Технология SFS, которая по сути приумножает доступную системную память и пропускную способность ввода-вывода, что предоставляет разработчикам больше ресурсов для создания богатых и насыщенных игр. Что дает графическая архитектура RDNA 2 от AMD? Она поддерживает DirectX с функцией трассировки лучей. Технологию Mesh Shaders, которая повысит достоверность картинки и улучшит динамику. Технология Variable Rate Shading позволит разработчикам лучше оптимизировать игры, повышая производительность на 15% и выше. Метод Sample Feedback существенно улучшит использование оперативной памяти. И понимаете в чем суть? По заявлению Microsoft, эта архитектура будет использоваться ближайшие 10 лет. А значит разработчики будут создавать свои проекты именно под нее. А предыдущая архитектура уже уйдет на второй план. И если в графике на данный момент сильных различий между Series S и One X вы не видите, хотя с оптимизацией проектов она скорее всего появится, то в будущем попросту на One X игры перестанут выходить, а на Series S будут. Заканчивая с циферками под капотом, стоит сказать, что 1 ТФ на новой архитектуре примерно равен 1,66 ТФ на старой. То есть в S 6,6 ТФ мощности против 6 ТФ у One X. Ну и учтите, разрешение у Series S ниже, поэтому и к железу требования другие. Процессор, оперативка и SSD у S попроизводительнее. А вот что вы точно ощутите сполна, так это скорость включения консоли, запуск игр, который стал в среднем в 2 раза быстрее, и быстрое переключение между тайтлами благодаря функции Quick Resume. На пастген уже не захочется возвращаться. И тут мы переходим к недостаткам. В 1440p вы не сможете получить 60 кадров в современных играх типа Вальгалы, только если снизить разрешение до Full HD. При этом упадет детализация и отключится HDR. Мер компромиссов. Сравнивая PS4 Pro и PS5, помимо ускоренной загрузки проектов, главным новшеством стала возможность получить заветные 60 кадров во всех играх в 4К разрешении. Тут такого нет. Ну, для нативных 1440p. А впереди нас еще ждут эксклюзивы 2021 года. Ну, в смысле игры, недоступные на PS5. Эксклюзивами сложно назвать, на покат они выходят. И там, скорее всего, о 60 кадрах можно будет и не мечтать. В консоли нет дисковода. Это значит, что вы не можете экономить, приобретая новые или бэушные диски, а затем перепродавая их. Это огромный недостаток. Ну и назвать полноценным мультимедийным устройством эту консоль нельзя. Да, здесь есть возможность воспроизводить 4К HDR видеоролики, но нет Blu-ray привода, как могут сказать некоторые пользователи. Хотя мне недавно дочь увидела CD-диск и сказала, папа, эта пластинка, ну, скорее всего, скоро к этому все эти аутентичные вещи и будут относиться. Так что диски, пожалуй, уже давным-давно все. Ну, по крайней мере, по части мультимедиа. В играх это выгодно. Мало места. Стоит быстрый SSD, как в Series X, но на 512 гигабайт, которые превращаются в доступные пользовательские 360 гигов. А это максимум, ну, где-то 6-7 игр, в зависимости от их размера. И это боль. Консоль это зачастую не персональное устройство. И для того, чтобы другие не скучали, необходимо закинуть туда симулятор, гоночку, драчку, игру для двоих, игру для ребенка. А вот вышел какой-нибудь новый крупный тайтл, и чтобы его скачать, необходимо как минимум все это дело заархивировать, что подключить внешний диск, или как максимум удалить. Майки говорят, некоторые игры будут весить меньше, чем для Series X, из-за отсутствия необходимости скачивать текстуры для высокого разрешения. Так оно и есть. Еще и модульно можно качать сами игры, но вот функция Quick Resume тоже жирает место. И отключить это нельзя. Да и зачем отключать, Quick Resume это потрясающая функция. Проприетарная экспеншн карта на 1 терабайт стоит конских денег, как сама консоль. А на внешний диск можно загружать для запуска только старые игры, с обратной совместимостью. Новые только архивируются. В общем, это еще дополнительные деньги, которые обязательно необходимо плюсовать к стоимости консоли. А там и до Series X недалеко. То есть если рассматривать эску к покупке, то только в своем стоковом варианте. Для бюджетного гейминга. Геймпад нужно сделать бесшумным, а не вот это вот. Просто жесть. А также добавить возможность отключить или снизить подсветку кнопки включения на геймпаде. Это тот еще прожектор. Аналогичную процедуру можно сделать и на корпусе консоли. Спасибо за белый цвет контроллера. Мне понравилось. И за месяц использования он не запачкался. В остальном он такой же, как в Series X. А все нюансы я расписал в соответствующем обзоре. Консоль не поддерживает Wi-Fi 6. Людям, у которых есть соответствующий роутер, будет однозначно обидно. Плюс нет общедоступного Bluetooth. По беспроводу устройство подключается через собственный Bluetooth протокол, но он закрыт. То есть необходимо использовать только адаптированные аксессуары. Вообще беспроводные наушники можно подключить к телеку, если у вашего телевизора есть такая возможность. Как и в Series X, в S нет оптического выхода SPDIF для акустики. То есть если вы подключаетесь к монитору без колонок, то только остается подключать наушники к пульту. А еще раза 3-4 за весь месяц во время игры и при запуске игр у меня выбивало какую-то ошибку. Ну, затем повторный запуск производишь и в принципе никаких проблем нет. Это игра из Game Pass, кстати. В заключении не могу не упомянуть подписку Game Pass. Без нее у майков не получилось бы сделать по-настоящему бюджетный гейминг серии S. Покупай консоль за 300, ну максимум 400 долларов в наших реалиях, вы получаете возможность играть в большое количество игр со старта. Да, отличных и современных игрушек там мало, но это все равно что-то, чем вообще ничего, которое ты получаешь при покупке плойки. Там бюджетным геймингом пахнет, когда вы покупаете б.у. консоль с играми. Вот это да. Переходить с Xbox One X на серию S я настоятельно не рекомендую. Но выбирая между этой консолью и консолью 2017 года, пусть в которой есть и 4К, и 1 ТБ, и дисковод, я бы выбрал однозначно S очку. Но опять же не забывайте, что весь этот видеоролик строился вокруг концепции бюджетного гейминга и небольшого телевизора. Если у вас 49 и более дюймовый телевизор с поддержкой 4К, то S не для вас. Копите на Series X или на пятую плойку. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на YouTube-канале ProTech. До скорых встреч. Свои мысли по поводу этой консоли и вообще консоли гейминга пишите в комментариях. Будет интересно почитать. Кстати, там же жду действующих владельцев Series S. Опишите свои впечатления. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!